Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу задать вопрос, ответ на который смогут лишь сказать самые преданные мои фанаты и те, кто смотрел именно это видео. Так что, внимание, вопрос. О чем я вам обещала снять видео, когда была в Кизани? О Фюрби Канек 2, о Марте, ни о чем, о Плэйдо. Если вы знаете ответ на этот вопрос, то вы должны поскорее написать его в комментариях до того, как истечет счетчик. Ведь я хочу посмотреть, кто же будет лучшим из лучших и кто смотрит все мои видео. Итак, начинаем. Правильно, это новинка от Плэйдо. Ну что ж, давненько на канале не было интересных обзоров на игры от Плэйдо от компании Хасбро. И вот, компания Хасбро выпустила новинку Плэйдо Тач и прислала мне ее на обзор, за что большое-большое спасибо компании Хасбро. Давайте же я вам расскажу, чем же принципиально отличается обычный пластилин Плэйдо от Плэйдо Тач. А тем, что мы можем создать своего персонажа и оживить его в специальном приложении «Создай мир Плэйдо Тач», которое можно скачать и на Android, и на iOS. И как же это работает? Во-первых, вы создаете своего собственного персонажа с помощью пяти штабов, которые входят в комплект к этому набору. После того, как ваш персонаж будет собран и как-то украшен, вы его ставите на специальную платформу, которая тоже идет в комплекте, и сканируете его с помощью специального приложения на вашем планшете или смартфоне. И вот, ваш персонаж начинает оживать, и вы можете с ним играть, и выполнять какие-то действия. Как мне кажется, это очень классная задумка, и мне просто не терпится поскорее посмотреть на нее. Поэтому, ребята, давайте же сейчас я поскорее сделаю амбоксинг, как обычно. Расскажу вам о всем этом, так что погнали. Итак, давайте для начала рассмотрим коробку. Во-первых, мне очень нравится, что она выполнена в белых и ярких цветах. Логотип Play-Doh Touch, оживающие фигуры, студия. Нарисован планшет, из которого вы появляете разные персонажи, которых мы с вами можем создать. И тут нарисованы также те самые фигурки, которые мы можем создать, и та самая платформа. И написано, изготовьте, отсканируйте и следуйте. И маленький логотип компании Hasbro. Ну, еще сверху иконка приложения, которая может включать и на Android, и на iOS. И я удивлена то, что сама иконка компании Hasbro очень маленькая и скромная по сравнению со всем тем, что здесь нарисовано. С обратной же стороны коробки есть тоже логотип новенький Play-Doh Touch, оживающие фигуры, студия. И написано, создайте своими руками мир приключений. Поиграйте своими поделками Play-Doh по новому. Изготовьте поделки, отсканируйте их и отправляйте за приключениями. Открывайте разные миры, меняйте обстановку и многое другое. Знаете, ребята, это звучит довольно интригующе. Смотрим дальше. Твори, чтобы узнать больше. Изготовьте, изготовьте поделки самостоятельно, либо с помощью цифровых штампов, формочек и инструментов. Отсканируйте, поставьте поделку, изготовленную с помощью цифрового штампа на студию. И отсканируйте ее планшетом или смартфоном с помощью приложения Play-Doh Touch. Исследуйте, посмотрите, как ваша поделка живет в виртуальном мире. С ней можно общаться касаниями, ее можно добавить в виртуальный мир, а также можно сохранить поделку и поиграть с ней в другой день. Опять звучит интригующе, поэтому мне все не терпится посмотреть, как же это работает. И здесь также нарисованы разные поделки из пластилина. Что же мне кажется такой маленькой отличительной чертой? Это то, что сбоку коробки написано, что в комплекте 30 деталей, и они здесь все нарисованы. Их огромное количество, ребята. И я думаю, то, что пространства для творчества у нас будет просто огромное количество. Поэтому я теперь уже не буду медлить. Этого момента я ждала очень долго. Так что давайте я поскорее открою коробку, и мы посмотрим, что же лежит внутри. Хочу также заметить, что коробка открывается немного необычным образом. Давайте посмотрим, что же здесь лежит. Первое, это, конечно же, инструкция в Play.Touch. Мы ее с вами попозже рассмотрим. Все цвета. Это черный, белый, синий. Зеленый больше, кстати, склонен к мятному цвету. Оранжевый, красный. И последний это фиолетовый. И то есть у нас здесь всего 7 цветов. Смотрим дальше. Большой пакет со всем содержимым. Все эти фигурки, все эти маленькие анимированные тоже фигурки для создания персонажей, все здесь есть. Мы это с вами попозже откроем и все посмотрим. Последнее. Самая большая деталь, это сама студия. Давайте я сейчас вложу коробку, чтобы мы все могли подробнее посмотреть. А теперь давайте же приступим к изучению. Для начала рассмотрим саму платформу. Выполнена она в белых и голубых цветах. Мне кажется, это стиль минимализма, но он просто потрясающе здесь смотрится. Впереди есть цветного ноготипа плейдо, а по остальным же сторонам он просто рифленый. Теперь давайте приступим к самому главному большому пакету. И все здесь посмотрим. И только сейчас, высыпав все содержимое, я поняла, что их здесь реально огромное количество. Итак, давайте начнем рассматривать. Первое, что я вижу, это несколько специальных таких фигурок. Это вот такой вот забавный осьминог. Такая миленькая черепашка. Динозаврик, который, кстати, был очень часто изображен на коробке. Улитка. И последнее, я не знаю, кто это, но это похоже на трюглазое привидение. Также в комплекте идут вот такие вот прикольные формочки. Они есть здесь в виде косточки, кактуса, деревца, морской звезды. Орех. Это на орех смахивает. Дома и еще очень много разных фигур. Давайте я все это красиво разложу. Смотрим дальше. В комплект входит также 5 цифровых штампов действий. Как я поняла по названию, с помощью них будут даваться какие-то бонусы в самой игре. Вот такой вот шарик. Нота. Какое-то зелье. И последнее это бабочка. Это специальный такой ножик. Он вообще не острый, но для пластилина он самый идеальный, чтобы мы могли что-то там врезать. Вот такие вот ножницы. Если честно, я в первый раз вижу, чтобы в наборах плейдова были вот такие вот прикольные ножницы. Они, кстати, выглядят очень по-мультяшному. Очень такие мне нравятся. Вот эта штука, она обалденная. С помощью нее можно создать глаза. Есть вот такие вот с ресничками. Просто два глаза и один глаз. Зато большой. И последнее это вот такая вот скалочка, да? Да, это вот такая вот миленькая-маленькая скалочка. Все предметы мы рассмотрели, кроме инструкции. Так что давайте посмотрим на нее. Во-первых, здесь же есть все то, что было нарисовано на коробке. Это планшеты, с которыми выпрыгивают наши персонажи. Плейдо-тачи, живающие фигуры студия. И маленький логотип компании Hasbro. Опять же все скромно и мило. Сама же инструкция тоже не особо большая, но она практически повторяет все то, что изображено на коробке. То есть первое это изготовьте. Найчите свое приключение, изготовив персонажа с помощью цифровых штабов. Это вот эти вот, пять штампиков. Дальше, чтобы было еще интереснее, готовьте собственные подделки с помощью формочек, инструментов или просто вручную. Оживите подделку на своем устройстве с помощью приложения Плейдо-тач. Поставьте подделку в центр студии, удерживая устройство горизонтально над подделкой, выравните его по значкам. Как только приложение опознает подделку, она должна сканировать ее автоматически. Если этого не произойдет, катните значка, чтобы отсканировать ее вручную. И последнее, посмотрите, какие удивительные вещи подделки могут делать в вашем мире. Вот несколько идей для начала. С помощью штампов действий добавьте к своим подделкам забавные эффекты. Посмотрите, что получится, если перезащить предмет на подделку. Соберите эти искры вдохновения и сделайте свой мир еще лучше. Каждый цифровой персонаж открывает уникальный мир. Исследуйте их все. И инструкцию мы рассматривали, закончили. Что ж, ребята, давайте начнем. Все-таки я решила, что первое персонажи я буду создавать этого милого динозаврика. Так что давайте я расчищу себе пространство, чтобы у меня было место, где работать. Инструкцию же я сейчас отложу, потому что она нам больше не понадобится. Итак, для начала я беру мятный цвет. Я буду назвать его так, потому что он реально похожа на мятный. И буду создавать динозаврика именно этого цвета, потому что мне кажется, так будет реалистично. Я открою баночку с этим цветом. Я всегда обожала запах пластилина Плэйдо. С самого детства, когда мне родители покупали пластилин, а у меня его реально было много, я нюхала его. И в чем фишка этого пластилина? То, что он изготовлен из полностью экологических материалов. Почему же так компания Hasbro сделала? Потому что они просто боялись, что дети могут съесть пластилин и отравиться. Но если случайно ребенок съест его, то с ним ничего серьезного не будет. Но есть я могу, конечно, не советую. Я возьму зеленого цвета немного из баночки. Баночку я пока что закрываю. Сейчас я смотаю из этого шарик, чтобы потом было удобнее нам все это раскатывать специальной скалочкой. Тоже зелененькой, кстати, под цвет. Я беру эту специальную формочку. И теперь туда буду класть наш пластилин. Так, я его туда более-менее впихнула. И теперь я буду проводить наши скалочкой, чтобы мы могли выровнять поверхность. Все остатки, которые у меня остались, я сейчас уберу. А теперь у меня еще более сложная задача. Я должна, не повредив этого динозаврика, вынуть оттуда все содержимое. Поэтому я сейчас аккуратно постараюсь это сделать. Получилось идеально. Пока что формочку отложу. Аккуратно, как у него шея длинная. Все. Он у нас получился вот таким вот прикольненьким зеленым. Теперь давайте сделаем нашему милому динозаврику милые глазки. Для этого я беру белый пластилин. Беру просто вот маленький кусочек. Даже вот этот вот большой немного будет. Сматываю из него кружочек. Пока что отложу белый пластилин. Даже, я думаю, еще меньше нужно сделать, потому что глазик настолько маленький. Теперь же я надавлю на драконщика легко, чтобы просто впечатали глаз тела. Сейчас же я беру черный пластилин, чтобы сделать у него зрачок. И знаете, я хочу сказать, что первый раз у меня в наборах есть темного цвета пластилин. Я беру еще меньше, маленький, прям вообще вот такой вот кусочек. Хватит такого. Откладываем пока что этот цвет в сторонку. И теперь опять нужно впечатать этот глаз. Зрачок, точнее, в глаз. Итак, глаз нашего динозавра есть. Теперь же я хочу сделать такое маленькое отличительное пятно. К примеру, давайте фиолетового цвета. Пусть оно будет. И оно будет у нас здесь на боку. Мне кажется, это будет необычно. Берем чуть-чуть совсем. Даже еще меньше, чем я взяла. Теперь, я думаю, нужно нам его рассказать, потому что он должен быть идеально плоским. Я это сделала. Теперь аккуратненько надавливаю, чтобы печатать пятно в тело. Мы создали нашего динозаврика. Теперь же нужно аккуратненько его взять, потому что у него шея длинная, отломится. Мало ли там что. Поместим его на нашу платформу. Вот таким вот образом. Сейчас же я схожу за своим планшетом, чтобы мы смогли посмотреть на магию компании Hasbro. Теперь же я взяла свой iPad. И давайте я загружу приложение Play Doh Touch. Итак, оно загружается. Мы видим логотип компании Hasbro. Смотрим дальше. У нас идет маленькое видео. Маленькое видео про новый набор Play Doh Touch. В этом же видео мы видим все то, что нам можно делать именно с этим набором. То есть создавать разных персонажей, делать разные штуки. Вон барашек скачет. И улитка была на скейтборде. Это мне будет очень интересно посмотреть. И показывают сам набор. Видео закончилось. Смотрим дальше, что у нас появляется. Play Doh Touch. Это главный экран. Нажимаем на эту кнопочку. Сладаем новый, совершенно новый мир. И что нам показывают? Пять персонажей, как я понимаю, которые могут создаться. Летят куда-то. Это выглядит прикольно. И создается мир. Здесь он такой фиолетово-синий. Потом желтый идет. В общем-то, все цвета радуги. А что дальше? Появляется облачко. Хороший персонаж, мне он нравится. Он переливается радугой. И исчезает. Ничего нам не сказав. Ладно. Так. Слепить своего персонажа. А, это мы уже с вами сделали. Так что убираем. Теперь же мы должны просканировать нашего персонажа. Вот. Я его просканировала, да? Кераврик есть. И он появляется. Вот он. Вместе с тем самым пятнышком, которое я ему сделала. Как он милый. Как он классный. Так. Что ты можешь делать? Двигаться. Он прыгать и может. Боже мой. Как круто. Хорошо. Иди собирай яйца. Не знаю зачем, но давай. Как прыгать. А, вот так. Технологии, технологии. Смотрим. Какая-то баночка. Из нее появляется опять это облако. Что ты нам скажешь? Ничего ты нам не скажешь. Опять. А. Это он нам предлагает добавить сюда, к примеру, кактус, орешек, гриппы или что-нибудь другое. Пока что мы этого делать не будем. Идем дальше. Смотрим. Опять какая-то баночка. Так. У нас появляется второй динозаврик. Да? Он за нами теперь ходить будет. Это же может целую армию создать. Как это классно. Так. Теперь ходи за нами, да? Идешь. Ты идешь за нами. Так. Не падай. Я не хочу, чтобы ты падал туда. У меня страшно. Ты упадешь и не вернешься. Вот. Да я смогла с первого раза перепрыгнуть. Чувствуете? Геймер играет. Так. Не падай, не падай. Фу. Я пока что не знаю, зачем эти яички здесь. Но они нужны. Вот чувствую, что они очень нужны. Так. Опять эта коробка. Мы не будем создавать персонажа. Так. Смотрим дальше. Сейчас же я понимаю, весь наш мир полностью белый. Потому что мы здесь не создали ни одного персонажа или предмета, который мог бы его украсить. И ребята, посмотрите. Вот наш персонаж. Динозаврик, которого я создала. И вот он в приложении. И вы знаете, я вот чувствую, что этой ночью я все-таки не посплю. Мне хоть завтра в школу, но знаете, я думаю, что не успокоюсь, пока не украшу полностью весь этот замечательный мир. С разными персонажами или предметами. Если же вы хотите посмотреть, как я все это делаю, добавляя разные предметы, но персонажи привидения, которые я так очень хочу создать. Но пока что не буду. Так что обязательно поставьте лайк и напишите об этом комментарий, если уже этого хотите. Чем больше будет лайков и комментариев под этим видео, тем скорее выйдет такое видео. И теперь я хочу сказать большое-большое спасибо компании Hasbro за предоставленную игру на обзор. Обожаю вас. Очень сильно люблю. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Какс Даня. С одной встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok